Всем привет! Новый день! С чего он у нас сегодня начинается? Мы едем в клинику на медосмотр Димочки. Через 30 метров держитесь левой полосой, а затем поверните налево. Сегодня Дима будет проходить видеомониторинг сна двухчасовой. Мы его из-за этого разбудили в 7 утра. Он был крайне недоволен, что мои родители решили так с ним сегодня поступить. Пока в садик не надо ходить, у него такие каникулы, мы ему обычно, когда не надо ходить в садик, даем спать до скольки ему хочется. До 9 в 10 часу будет просыпаться, в 10 часу мы его не будем. А тут получается, что он уже привык, что он до 9 в 10 часу только просыпается, а тут в 7 утра подъем. И он вообще крайне был недовольный. Естественно, он с самого утра у нас такой капризный, без настроения, капризничает. Ну, сейчас в машину сел, более-менее он там что-то вам рассказывает на своем языке. Но это надо было сделать, чтобы наверняка он уснул там на этой процедуре. Я так понимаю, шапка эта будет не из самых удобных, которые ему будут одевать на голову. И надо, чтобы ребенок к этому времени очень сильно хотел спать, чтобы ему не мешала эта шапка. Чтобы не проехали зря, так скажем, потому что, естественно, если он не уснет, то ничего у нас не получится. Надо будет опять перезаписываться, опять ждать другие дни, опять ждать очереди. Ну, не хотелось бы. Так что, пожелайте нам удачи. Будем надеяться, что все будет хорошо, что Димочка уснет, и мы сможем спокойно, правильно взять этот анализ. Мы приехали, вот медицинский центр Бонум. Вот здесь мы будем проходить с Димочкой медосмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, все, мы поспали. Идем домой. Да, пойдем, 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 пойдем. Проходи, не бойся, проходи, хорошенько. Пойдем, перешаги. Ну, что такое, ну, что такое? У Димы мокрая голова, потому что вот эта шапка, ну, я не знаю, насколько это было видно, я ее в темноте снимала. Она вся в таких, да, проводочках. И в каждый этот проводочек заливался специальный гель. Ну, когда шапку сняли, мы, насколько могли, сухими салфетками этот гель вытерли, но, естественно, как бы голова все равно все осталось в геле. Давай ручку. Давай на ручку. Не хочешь? Не хочешь? Давай, пойдем. Пойдем. О, эта голова немного мокрая у него осталась. Если честно, я тоже немножко поспала. Она, ну, доктор сказала, ложитесь тоже с ним, с Петя. Ну, Саша постеснялся. Саша постеснялся, конечно, ложиться спать. А я не стала стесняться, я взяла и легла рядом с Димой. И в итоге мы с Димой так хорошо поспали. Саша сидел там рядышком с нами просто на стульчике. Я ждал, пока пройдут эти два часа. И Дима, причем, настолько сладенько спал, что он бы еще поспал. Да пришлось его будить. Ну, а доктор зашла, сказала, все, будите, нам надо зафиксировать то, как он просыпается. В итоге мы его разбудили. И он не очень доволен, потому что он такой бы еще бы спать. Ладно, все, мы пришли к гардеробу. Вот он, гардероб. Сейчас будем переодеваться и в машину. Я, кстати, сегодня в своем костюмчике с юбочкой. Как вам? Красотка? Так, мы заехали в Перекресток. Нам надо взять продукты. Мы решили приготовить сегодня борщ. Вкусненький. А что, только большие томатки? Маленьких нету? Да. А вот есть маленькие. А что, то не 79 рублей? Маленькая? Цельник такой же, что большой, что маленький. Ну да, лучше что-то такую. Сейчас все купим на борщ. И домой. Ну вообще, по идее, еще и второе надо приготовить. Но я еще не решила, что нам на второе приготовить. Ну, с первым мы точно определились, что на первое будем борщ готовить. Мы дома. Так, что мы купили в Перекрестке? Взяли сырок, колбаску. Это нам на утренние завтраки. Диме взяла две упаковочки вот таких вот печенек-грибочков. Он такие любит. И еще он очень любит соломку соленую. Вот два вида печеней, которые он ест. Так, свекла на борщ. Борщ, я говорила, собираемся варить. Болгарский перец тоже на зажарочку на борщ. Здесь свежие огурчики на салате к пачку. Макарон, лук, молоко, кола добрый. Курицу, я думаю, приготовить с жаркой по-домашнему из курицы в сковородочке. Здесь говядина на косточке. Вот эта вот косточка, это все мякоть. Ну, соответственно, сейчас варить борщ. Далее к чаю муравейник вот такой вот взяли какие-то, ну, типа как печенье-пироженки. Небольшую томатную пасту, кухмастер. Соки сады приду они, Димочки. Три вида хлеба. Вот какой-то вот такой вот, не знаю, вкусненький, надеюсь, такой вот какой-то. И обычную булку. Хлеб мы любим. Так, помидорки это тоже на салат. Сало, так как будем варить борщ, обязательно нам нужно сало. Как можно есть борщ без сала. Вот. Ну, и сейчас у нас сейчас ничего нету. Как бы это, были по делам. Некогда было готовить. Сейчас, чтобы прийти и было что поесть, взяли готовую еду. На гарнир взяли картошку жареную с грибами, салат винегрет. И тут одно мясо по-французски. И тут две котлетки. Это мы сейчас разогреем, покушаем. Ну, чтобы не ждать, пока сварится борщ. Пока приготовим жаркое по-домашнему. Чтобы сейчас было что поесть. Девочки, я сварила борщ. Жаркое решила приготовить завтра. Потому что что-то как-то уже сегодня, ну, не знаю, уже поздновато по времени. Еще плюс второе готовить. Ну, у меня на завтра получается, на завтрак есть чем позавтракать. Есть и сладости, есть там яйца, колбаса, сыр. Если что, можно яичницу, можно бутербродики, можно со сладостями чай попить. Вот. На обед тоже получается у меня на завтра борщ есть. Ну, а уже на ужин жаркое по-домашнему завтра приготовлю. С утра, как говорится, днем поделаем дела. А к вечеру я подосвобожусь и приготовлю уже жаркое. Вот такой вот вкусенький, привкусенький борщик готов. Всем доброе утро. Я сегодня иду в клинику. Мне нужно сдать кровь на прогестерон. Вот. Сегодня первый получается анализ. И потом еще этот же анализ на прогестерон нужно будет сдать 31-го числа. Контрольное, так скажем. И сегодня будут, наверное, готовы результаты. Или завтра они будут готовы. Ну, в общем, завтра мне должна быть моя репродуктолог позвонить. Вот. И сказать результаты. Хороший он у меня, не хороший. Если хороший, то все у меня допускают на кривый перенос. Если не хороший, то, ну, вплоть до того, что его полностью отменят. Ну, будем надеяться, что все у меня хорошо, так как, в принципе, в целом, все анализы у меня прекрасные. Думаю и надеюсь, и держу кулачки, что этот анализ тоже будет хороший. Мальчики у меня еще спят. Я не стала их будить, но просить Сашу, чтобы он меня на машине отвез. Думаю, пусть отдыхают. Что это самое? Пусть наслаждаются отпуском. Что один, что другой. Потому что скоро и у того и у того отпуск закончится. Поэтому в садик каждое утро вставать. Саша на работу каждое утро вставать. Думаю, пусть пока отдохнут. И решила пройтись пешком. На улице уже прям зима-зима, девочки. Вообще, прям вот в считанные дни она наступила в этом городе. Вроде бы вот была осень-осень. И резко стал мороз. Резко везде все покрылось снегом. Ну, я думаю, вам видно, да? Что везде зима. Вот. На дорогах прям такая, знаете, сильная наледь. Лед такой твердый-твердый. В снежке. Ну, не скользко. Ну, или у нас погибло, что не скользко. Не знаю. Не скользко. Но я имею в виду, что земля такая вся промерзшая. И снег не липкий, не тёплый. А такой вот, когда рассыпчатый, сухой. Когда холодно, в общем, такой вот снег. Вот. Ну, а так сегодня, не знаю, сколько градусов, не смотрела погоду. Но из-за того, что сегодня нет ветра, идти достаточно комфортно. Но вот в прошлый раз, когда я вам снимала, что я пешком шла в клинику, был сильный-сильный ветер. И было прям жутко холодно. Хотя, мне кажется, по градусам температура была теплее. Но из-за ветра было вообще невыносимо холодно. Сегодня, возможно, мороз побольше. Но ветра нету. И мне прям комфортно идти. Вообще не холодно. Нормально. Ладно, что. Иду в клинику, сдам анализы и домой. Так, всё. Я сдала кровь. За кровь я заплатила 700 рублей. Но, если быть точнее, 690. Иду домой. Всё. На сегодня основные дела сделаны, самые важные. Ещё надо покушек приготовить на второе. Жаркое помните? Я говорила вам, что собиралась готовить. Сейчас идём на кухню готовить вкусно. Девочки, помните, я вам показывала, что мы решили сварить борщ. И к борщу покупали кусок сала в магазине. В общем, мы ели борщ, нарезали это покупное сало. Оно такое безвкусное. Причём, посмотрите, насколько оно выглядит аппетитно. То есть, оно прям мясное. То есть, есть кусочки сала. На этом сале есть мясные прожилки. Казалось бы, должно быть безумно вкусное. Но оно оказалось, девчонки, очень-очень пресным. У него нет никакого аромата. У него нету вкуса соли. Вот вообще, ты его кусаешь, во рту жуёшь, и просто безвкусная какая-то промокашка. Мы были в шоке. Особенно после того, когда, знаете, привыкаете кушать дома домашнее сало. Ароматное, пряное. И вот попробовать после домашнего сала вот такое, это, конечно, вообще... И что мы решили с Сашей? Ну, не выкидывать же этот кусочек. Ну, несмотря на то, что он вообще-вообще безвкусный, мы решили его пересолить по-своему. В общем, смотрите, я мелко нарубала... Ну, нашинковала ножиком в мелкую такую труху чеснок. Ну, я не знаю, здесь где-то полголовки чеснока, может, чуть больше полголовки. Также чёрный молотый перчик сюда добавила. И соль. И вот сейчас вот этим вот чесноком, перцем и солью я хочу обмазать каждый этот кусочек сала. Всё это поместить в пакет. И, ну, будем надеяться, что, может быть, оно промаринуется как-нибудь. И в дальнейшем будет гораздо вкуснее, потому что сейчас это просто безвкусное, вообще безвкусный кусок сала. Вот, девочки, всё перемешала. Вот так вот это теперь выглядит. Но я хочу сказать, аромат уже присутствует обалденный. Пахнет очень вкусно перчиком, чесночком. Надеюсь, что соль тоже впитается в него, и оно приобретёт ещё и вкус какой-то вкусный. Вот, вот такое вот теперь супер сало, приготовленное вот этими ручками. Уложили Диму на дневной сон. Саша сказал, ладно, Люк, сиди со своими видео, я тут сижу, монтирую. Вот, он говорит, я сам приготовлю жаркое по-домашнему. И Саша взялся заготовку, разделывает курочку. Вот, покупали какую курочку у вас, сейчас он её на кусочке. Будешь жарить, да? Ладно, у Саши телефон потом к вам вернусь. Я всё сижу, монтирую, никак не домонтирую. Саша, тут уже процесс вообще в самом разгаре. Чистит картошку. Тут, смотри, подготовил чесночок, зелень. И тут, смотрите, курочка обжаренная. Добавляем, я смотрю, болгарский перец, лук. Морковь добавлял? Ну, конечно. А, ну вот, вижу. Ну и просто вдруг это болгарский перец. Да, как делать? В общем, жёлтый болгарский перец, оранжевый морковь. Вот, лук, морковь, болгарский перец и мяско жареное. Потом здесь ещё будет картофель, чеснок и зелень. Всё. А, ещё помидоры, да? Ещё помидоры Саша собирается сюда добавлять. Вот такое вот будет вкусненькое, жаркое по-домашнему. Помидорки. Так, девочки, Сашина жиркое, можно сказать... Ах, пар. Можно сказать, готово. Вот так вот это всё выглядит. Вся эта вкуснятинка. Посмотрите. Ммм. Картошечка с мясом. Жаль, говорю, что у меня такая камера, цвета такие блеклые. Такое яркое, пёстрое блюдо, но на камеру очень бледненькое. Вкуснятинка. Так, я решила приготовить салат. А так как вчера варился борщ, и у меня осталось очень много капусты, девочки. Ну, головка была большая, естественно, вся такая огромная головка на борщ у меня не ушла. Осталось много капусты, поэтому сегодня быть капустному салату. Сейчас я капусту натираю на тёрке вот на таком вот отделе. Вот если трёшь, она тут достаточно тоненько шинкуется. Тоненько и легко. Тру как морковку. Щук-щук-щук-щук-щук-щук-щук. И сейчас нарежу, покажу вам, какой салатик получился. Всё, мой салатик готов. Смотрите, вот, ну, либо нашинковала, либо там натерла, да, вот как я вам показывала капусту. Потом я обычно ещё сюда тру морковь и режу лук. Ну, вот раз моркови не было, Саша всю, какая была, израсходовал на жаркое. Поэтому без морковки. И вот получается капуста, морковь, лук. Затем я сюда наливаю 9% уксус. Ну, там буквально столовую ложечку. Растительное масло и соль. И руками вот эту вот капусту с морковью и с луком жамкую, 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 жамкую. И потом уже добавляю сюда свежий огурчик, режу его обычно соломкой. И помидорку тоже режу соломкой. И, ну, зелень ещё, зелень укропа. Всё это перемешиваю и получается просто обалденный витаминный салатик. Очень-очень вкусный. Всем, кто ещё не делал капустный салат, всем рекомендую, потому что он реально очень вкусный. А, ну и жиркое у Саши всё, мы уже выключили. Всё, всё готово. Вот так вот. Вкусная-привкусная картошечка с курочкой. Ням-ням-ням. Нам пришли результаты видеомониторинга дневного сна, то, что мы делали Диме. Вы знаете, я вот прочитала заключение. В целом, по заключению, у него всё идеально, всё хорошо, никаких противопоказаний нету для дальнейших работ с мозгом. Единственное, что тут написано, ну, давайте я вам тогда всё заключение прочту. Основной затылочный ритм сформирован по возрасту. Структура сна прослеживается. Физиологические паттерны сна не деформированы, имеют негрубо выраженные признаки функциональной незрелости. Эпилептиформной активности клинических патологических двигательных пароксизмов и потенциально эктальных паттернов не зарегистрировано. То есть, что это говорит, что основное всё у него вроде хорошо, самое главное, что всё, что связано с эпилепсией, ничего у него нету. И вот единственное, что получается, негрубо выраженные признаки функциональной незрелости имеются. Ну, так скажем, небольшая незрелость, но мне кажется, это ничего страшного. Ну, в любом случае, естественно, это заключение нам ещё надо будет отнести опять же к неврологу. Будет очередной приём у невролога. Отнесём заключение вот сна, заключение сурдолога, плюс то, что вот кровь Дима сдавал. Ну, послушаем уже, что нам скажет невролог. Ну, в целом, я довольна. Вот самое главное, из-за чего делался этот анализ, это выявить, что эпилептиформной активности, патологические движения пароксизмов и процессы, короче, тут всё не зарегистрировано. В общем, что вот эта вот эпилепсия не зарегистрирована. Это самое главное. Так как для того, чтобы начать какие-то манипуляции с его мозгом, обязательно нужно было это заключение. Иначе, ну, без вот этого заключения мы не можем делать никакие другие процедуры с Димочкой для мозга. Ну, в общем-то, и всё. Пока что мы довольны. Заплатили мы, получается, за эту... Сколько мы заплатили, Саша? Заголок? Вот этот сон. Три девятьсот пятьдесят. Заплатили мы за эту процедуру. Три девятьсот пятьдесят. И, ну, в общем-то, довольны. Ну, вот то, что тут два часа, но в целом у нас, получается, где-то часа три с половиной, да, ушло на всё про всё, а не два часа. Где-то три с половиной часа в общей сложности. Потому что всё равно, пока вы зайдёте, пока он, ну, уснёт, вы ждёте, чтобы он уснул, то всё. Ну, в общем, как-то мы долго там пробыли. То есть мы не так, что, знаете, два часа и мы оттуда ушли. Нет. Мы там пробыли где-то три с половиной, возможно, даже четыре часа мы там пробыли в общей сложности. Но самое главное, что всё сделали, самое главное, что, в принципе, результат хороший, заключение, я, как я считаю, в целом неплохое. Но, естественно, в любом случае будем слушать вердикт нашего невролога, что он скажет. Я надеюсь, что всё хорошо и что мы приступим дальше уже за полноценное, так скажем, лечение, за все процедуры, которые нам назначит невролог. Будем всё с Димой проходить. Пока что на этом все новости. Вечер. Димочку уложили спать. Ну, а мы включили фильм. Мы смотрим сериал «Жизнь по вызову», да? Угу. «Жизнь по вызову» второй сезон. Первый мы уже посмотрели. Вот и у нас тут вкусный-вкусный-вкусный вечер. Посмотрите, какая красота. Ммм, вкуснятинка. Муж, давай. Заклёвывай семейный вечер. У меня апельсиновый сок. Так, всё, у меня слюньки текут. Буду на этом с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр и всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok